Более 450 заявлений на летнее трудоустройство поступило в Центр занятости населения от окружных школьников и студентов. Желающих провести каникулы с пользой оказалось гораздо больше, чем в прошлом году. По объективным причинам устроить всех ребят на временные работы не получится, но задействовать максимальное количество подростков специалисты Центра очень постараются. И здесь все зависит от работодателей. Свою заинтересованность в детском труде пока проявили только несколько предприятий и организаций, в их числе главный хозяйственник Наринмара «Чистый город». К работам по уборке города приступили 24 подростка. Их разбили на несколько групп, у каждой своя территория и зона ответственности. На борьбу с мусором ребята вышли на улицы и дворы Наринмара, скверы и детские площадки. Отряд, в котором уже несколько дней трудится Данил Курдюмов, занимается уборкой детских площадок на улице строителей. Для временного работника чистого города такой опыт в новинку. Работа несложная, на свежем воздухе и в приятной компании, а главное – за гарантированную оплату. В этом году примерно около 14 тысяч рублей. Жаль, говорят ребята, только что трудоустроиться можно только на один месяц. Хотелось бы три месяца, но нельзя, сказали, один только. И это правильно, ведь желающих провести каникулы с пользой оказалось очень много. В «Чистом городе» заверили, за три летних месяца организация трудоустроит не менее 90 ребят. Одна смена будет менять другую. Работы точно хватит всем. Главное, что заинтересованы в этом обе стороны. Весна показывает, что, конечно, уборка нужна и очень много. Ну, конечно, реальная помощь, потому что много детских игровых площадок, в общем, 45. И надо убирать, потому что детей очень много здесь, которые не выезжают. Летняя кампания по трудоустройству подростков в этом году побила все рекорды. В центр занятости населения обратились более 450 ребят. Эта цифра превышает планы почти в два раза. На сегодняшний день уже задействованы более 80 человек. Помимо «Чистого города», работу детям предложили общество с ограниченной ответственностью «Мегасервис», «Почта России» и первое рекламное агентство. Подать вакансии планирует Наринмарский авиаотряд, Ненецкая АПК, индивидуальные предприниматели. Летняя кампания по трудоустройству подростков только в самом разгаре, но в центре занятости населения уже делают выводы. Я думаю, что на следующий год мы предусмотрим, можно больше вакансий. И в работу включатся все работодатели нашего города и округа. Включиться в работу по трудоустройству подростков может любой работодатель уже сегодня. Информацию о рабочих местах для подростков можно предоставить в центры занятости населения. Там очень ждут дополнительный поток вакансий.